ДОНЕЦКОЙ МУЗДРАМЕ С нашими героями Дед Морозом, Снегурочкой, Символом Года, Гаврюшем. Праздничное настроение для юных зрителей, а также их родителей в холле театра будут создавать студенты актерского курса Донну в образе веселых скоморохов. У нас сегодня необычный такой формат общения со зрителем. У нас ребята, первокурсники, студенты набираются опыта в общении с детьми, в общении, умении находить контакт. Это вообще первое мое выступление в таком замечательном театре в нашем большом. И мне очень нравится, потому что дети по цвету жизни. Их нужно развлекать, дарить им праздник. Мы должны подарить им незабываемые впечатления. Тем более сейчас будет еще спектакль, и мы должны, скажем так, разогреть их, чтобы они радовались еще больше. А для меня это большая честь работать здесь. На протяжении праздничных каникул зрителей будет ожидать ретроспектива сказок. Это любимые всеми мюзиклы и музыкальные спектакли, такие как «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Мэри Поппинс», «Красная шапочка», «Снежная королева» не останутся без внимания жители других городов республики. Премьерная сказка 94-го сезона «Винни-Пух» отправится на гастроли. Начал эстафету сказок, волшебства и чудес спектакль «Летучий корабль», в котором тоже приняли участие студенты актерского курса. Надо начинать потихонечку. Дети, они более доброжелатели, чем взрослые, поэтому с ними проще найти контакт. Поэтому надо начинать с детей, а потом потихоньку, потихоньку, потихоньку переходить дальше. Дети очень искренние, с ними нельзя врать никогда. И поэтому, конечно, с ними сложнее. Но если ты сам правдивый, искренний с ними, тогда ничего сложного нет. Несмотря на ограничительные меры, зрителей все же будет ожидать новогодняя интермедиа. Однако немного в другом формате. Но помимо этого еще много сюрпризов. На входе в театр зрителя будет встречать фотозона. Традиционная, яркая, красочная, с символом нынешнего года. Также. Ну и, конечно же, в фойе, как уже видно, наверное, сзади елка. В огнях и в шарах. Игровые зоны для них сделаны. Игровая зона с кеглями. Фото возле елочки. Там на втором этаже есть еще всевозможные кегельбаны. Еще что-то. В общем, весело, задорно пытаемся создать новогоднее настроение. В связи с этой пандемией, в связи с тем, что нельзя быть рядом все время вместе. Водить хороводы тоже нельзя. Поэтому приходится искать новые формы, приходится искать какие-то новые формы для общения. Попав в Донецкую Муздраму, не только ребенок, но и каждый взрослый окунется в сказку и поверит в чудо. Я вот вижу Дедушка Мороза, Снегурочку, вспоминаю себя маленького, как я радовался. И мне хочется подарить вот такой праздник, который был у меня и сегодня нашим детям, которые пришли в нашу Муздраму. Поэтому мы с нетерпением ждем дорогого зрителя, детей и их родителей в нашем театре посетить новогоднюю феерию. Ребята, с наступающим Новым Годом вас! Мы в театре вас ждем с нетерпением на наших сказках и, конечно же, маленьких утренниках. С наступающим вас! До встречи, ребята! С наступающим Новым Годом вас!